Hi, it's Nathalie. Нидия и видео на Ютьюбе. Тысячи выпускников, их родители и учителя чувствуют полную беспомощность в сложившейся ситуации. Владимир Владимирович, в этом году тысячи выпускников получили ноль за эссе на ЕГЭ по английскому языку, а значит потеряли 14 баллов и автоматически лишились права поступить на бюджет и выбранные вузы. В большинстве случаев это произошло не по причине неподготовленности студентов, а в результате синициированного ФИПИ сговора, целью которого было искусственным путем занизить итоговые баллы как можно большего количества студентов и не дать им возможности претендовать на бюджетные места в вузах. И это не голословное утверждение. Вот что в Фейсбуке заявил руководитель одной из региональных предметных комиссий по английскому языку, автор многих учебников и видный специалист в области ЕГЭ по иностранным языкам Андрей Валентинович Мишин. Разделяю ваше негодование. Я писал Вербицкой, это председатель Федеральной предметной комиссии разработчиков ЕГЭ по иностранным языкам, сразу после наших проверок экзамена. Задевает желание Федеральной комиссии подыграть чиновникам и ректорам ведущих вузов, снизить баллы. Вербицкая спокойно нам это говорит, например, за неделю до ЕГЭ. Я предупредила руководство, что балл упадет. А предложенная таблица на обнуление работ – это вообще преступление. Ни в одной системе языковых экзаменов нет такого понятия. Человек пишет текст, а мы берем право его просто не оценивать, так как нам кажется, что он пишет не по теме. За 15 лет у меня такого не было. Из 1000 работ – 600 обнуления работ. Молчать просто непорядочно и непрофессионально. У нас нет официальной статистики по регионам по количеству обнуленных работ. Эти цифры не предоставляет ни ФИПИ, ни Рособорнадзор. И у нас нет времени эту статистику ждать, потому что детям надо поступать уже сейчас. Но мы знаем, что этот процент очень высокий. Как сказал Мишин, в Тверской области количество обнуленных работ составило порядка 60%. Согласно статьям СМИ, на Урале 80% выпускников получили на Лиза-Эссе. Эту цифру также подтверждает опрос, проведенный учителями среди школ в Свердловской области. Опять же, у нас нет официальной статистики. Но если в среднем в год ЕГЭ по иностранным языкам сдают около 70 тысяч выпускников, то понятно, что счет обнуленных работ и выпускников, которые не могут из-за этого поступить на бюджет и выбранный ВУЗ, идет на тысячи. Как мы уже показали, сложившаяся ситуация не возникла вдруг, а является организованным и планомерным договором людей, ответственных за ЕГЭ по иностранным языкам, против российских выпускников. ФИПИ во главе с Вербицкой Марией Валерьевной выработали очень хитрую схему обнуления как можно большего числа эссе. Давайте поподробнее остановимся на этой схеме. Мария Валерьевна Вербицкая в официальных документах ФИПИ, в рекомендованных Министерством образования и ФИПИ пособиях и учебниках, на своих семинарах открыто рекомендуют выпускникам, собирающимся сдавать ЕГЭ по английскому языку, не писать эссе вовсе, если они не уверены в своем уровне, а потратить этот сэкономленный час на другие задания. Эта рекомендация в документах ФИПИ звучит постоянно. То есть выпускникам предлагают добровольно отказаться от возможных 14 баллов, допустим, не 14, а 50, неважно, и не усложнять работу предметным комиссиям. А если выпускник все-таки решил писать эссе, то здесь против него начинает работать изощренная схема, состоящая из трех основных механизмов. Первое. Критерии оценки эссе. В настоящее время действует правило, что если студент, по мнению предметной комиссии, не раскрыл тему эссе, то его эссе обнуляется, то есть он получает ноль за все эссе, и его эссе просто не проверяется ни по каким другим критериям. Как сказал Мишин, такого принципа нет ни в одной системе языковых экзаменов. Второе. Темы эссе. Чтобы студент не смог раскрыть тему и сразу получил ноль без дальнейшей проверки эссе, ФИПИ придумывает совершенно чудовищные темы и дает их нашим выпускникам в день экзамена. Мы отправляли петицию, требующую ввести четкие критерии формулировки темы эссе, еще в марте. Ее уже подписали полторы тысячи человек. Но ФИПИ и Рособорнадзор не посчитали нужным нам ответить или как-то отреагировать на предложения профессионального сообщества. Приведем несколько примеров темы эссе, которые наши студенты получают на экзамене. Но сперва заметим, что при написании эссе студенты должны следовать конкретному плану, состоящему из пяти пунктов. Этот план изначально подразумевает, что тема эссе должна предполагать наличие двух принципиально различных точек зрения. Документы ФИПИ также подчеркивают важность освещения в эссе, дискуссионности темы и наличия противоположных точек зрения. Все это хорошо. Но вот на экзамене студенты зачастую получают темы, не предполагающие спора или наличия противоположных точек зрения. Как, например, тема «It's the government's responsibility to protect the environment». Защита окружающей среды является ответственностью государства. То, что государство обязано обеспечивать охрану окружающей среды, записано в Конституции Российской Федерации. И то, что какое-то количество людей может с этим не соглашаться, не делает эту тему достойной дискуссии. Студент не может написать проблемное эссе на непроблемную тему. Кроме того, темы эссе часто сформулированы с явным нарушением логики, слишком общо и с возможностью многочисленных интерпретаций. Мы об этом очень подробно рассказывали в нашей мартовской петиции проигнорированной ФИПИ и Рособранадзора. В этом году к этим проблемам добавилась еще одна. В одной из тем, по которой большой процент детей получили ноль, был использован термин «literacy», относящийся к уровню выше того, на который заявлен сам экзамен. О темах этого года мы подробно говорили в этом видео, которое за неделю собрало уже около 20 тысяч просмотров, трех тысяч лайков и сотни комментариев. Ну и третье звено в этой неприглядной схеме – это то, что конфликтные комиссии, рассматривающие апелляции студентов после экзамена, состоят из тех же экспертов, которые изначально проверяли работы. Это то же самое, как если бы обжаловать решение суда, приходилось бы в том же суде и у того же судьи. Налицо конфликт интересов и невозможность защитить свои права. Кроме того, в этом году разные регионы получили темы эссе разных уровней сложности. Если в Москве была тема «Friendship is the greatest gift of life» – «Дружба – это величайший дар в жизни», то в Свердловской области тема была такая «Digital literacy is the key to success in any occupation». Цифровая грамотность – это ключ к успеху в любой профессии или занятии. Вторая тема является гораздо более сложной и неоднозначной, о чем свидетельствует большой процент обнуления эссе, написанных по этой теме. Такая разница в уровнях сложности является примером явной дискриминации выпускников по месту жительства. Если в настоящее время есть необходимость усложнить ЕГЭ по иностранным языкам, то мы требуем того, чтобы это делалось честно и открыто, а не обманными способами, унижающими выпускников и учителей. В этом году несправедливо пострадали тысячи выпускников, решивших сдавать ЕГЭ по иностранным языкам. Это современные и образованные молодые люди, которые в будущем будут представлять нашу страну на международной арене, работать с международными компаниями, налаживать международные связи в культуре, экономике, политике и бизнесе. Вы часто говорите, что молодые люди в России должны иметь доступ к качественному образованию. И мы просим вас, как президента нашей страны, гаранта Конституции и равных прав человека и гражданина, восстановить ущемленные права тысяч выпускников в России. Мы просим вас обязать Федеральную предметную комиссию по иностранным языкам провести повторную процедуру апелляции по работам студентов, получивших ноль по критерию раскрытия темы, так называемой РКЗ, и, как результат, ноль за все эссе с потерей 14 баллов, и оценить эти эссе по всем оставшимся критериям, с условием, что эссе писалось по теме, заявленной в экзамене. В случае с темой про Digital Literacy просим обязать предметную комиссию перепроверить все эссе, получившие ноль из-за того, что выпускники не смогли перевести термин Literacy, который, согласно большинству словарей, относится к уровню выше того, на который заявлен сам экзамен. Мы также просим вас обязать ФИПИ. Первое. Вести четкие критерии формулировки тем эссе с тем, чтобы темы были дискуссионными и сформулированы без нарушения логики и наличия терминов, подразумевающих различную трактовку и относящихся к более высокому уровню владения иностранным языком, чем тот, на который заявлен сам экзамен. Второе. Вести четкие критерии оценки эссе, исключающие субъективность проверяющего. Отменить принцип обнуления всего эссе в случае получения студентом ноля за так называемое решение коммуникативной задачи. За исключением случаев, когда эссе написано на тему, находящуюся за рамки темы, заявленной на экзамене, и если эссе не соответствует требуемому объему. Третье. Обеспечить независимость конфликтных комиссий. И четвертое. Обеспечить равный уровень сложности экзамена по всем регионам. Мы просим вас взять этот вопрос под личный контроль, так как сотни обращений в ФИПИ и Рособорнадзор до сих пор не дали никаких результатов. А выпускникам уже надо подавать документы в ВУЗы. А по словам главы Рособорнадзора Сергея Кравцова... В этом году единый государственный экзамен прошел максимально спокойно, честно, объективно, как последние пять лет. И действительно каждый школьник смог продемонстрировать свои знания вне зависимости, где он проживает, и поступить в то или иное образовательное учреждение. Тысячи выпускников, их родители и учителей надеются на справедливое разрешение сложившейся ситуации. Друзья, подписывайте эту петицию на имя президента и пишите в комментариях. Я поддерживаю петицию. Наша с вами задача не дать этой теме стихнуть и защитить наших детей. Делитесь этим видео и петицией, ставьте лайки и обязательно оставляйте свои комментарии. Нам нужно как можно больше писемных доказательств нашего недовольства и негодования. Я уверена, мы добьемся результата. ... ...